Можно придраться? Идеальных подписей нет, конечно. Но если меня снимут за то, что буквально три как пять, и цифра, то будет экшн. Сегодня, 31 января, Борис Надеждин со своей командой сдали 105 тысяч подписей в Центр избирательной комиссии. Это максимально возможное количество, которое включает в себя право на погрешность. Всего, по словам штаба, было собрано 208 тысяч подписей в более чем 120 городах. Вот это часть журналистов, которые, собственно, что они снимают? Это вот проходная центр избирательной комиссии, а вот это вот те самые 105 тысяч подписей, которые мы принесли в ЦИК. Сейчас потихонечку будем их все сдавать. Ну, все нормально. Вот моя команда. Все совершенно бледные. Люди, так мягко говоря, мало спали в последнее время. Но мы справились. Сам Борис Надеждин активно рассказывал о происходящем в своем телеграм-канале и отвечал на вопросы журналистов. Как вы думаете, вас допустят до выборов? Меня допустить до выборов и избрать президента может только многонациональный народ Российской Федерации. Как вы думаете, ЦИК допустит вас в бюллетень? Давайте я вам честно скажу. Я участвую в выборах 30 лет. Я довольно часто собирал подписи. Результаты этой проверки были по-разному. Когда-то регистрировали, когда-то нет. Но я могу сказать, вот положа руку на сердце, могу поклясться. Наши подписи – это реально первый случай в истории выборов президента России, я клянусь вам, где действительно люди стояли в очередях, чтобы поставить эти подписи. Не обошелся кандидат и без критики Владимира Путина. Потому что когда человек находится в таком информационном пузыре и воспринимает только то, что ему подчиненные докладывают, или общаются с огромным количеством людей, которые все от него зависят, которые, так сказать, вот так вот показать, да, и человек больше не тот пост занимает, на котором он сейчас находится. Очень полезно общаться с людьми, которые думают не так, как ты, да. Очень полезно выслушивать другие мнения. Не боюсь ли я стать политзаключенным, я стану президентом и освобожу всех политзаключенных. Правда, закончить свою речь Надеждину не дали. Сотрудник ЦИКа призвал продолжить процедуру и идти сдавать подписи. Мы не могли представить себе, что мы соберем 208 тысяч подписей. Была огромная работа для того, чтобы их всех... Борис, Борис, здравствуйте. Здравствуйте. Так же, уважаемые коллеги, мы должны соблюдать процедуру, которая принята по сдачной подписи. Поэтому у меня прошло, Борис Борисович, с уполномоченным пройти на третий этаж для того, чтобы сдать подпись. Спасибо. Мне сказали, что сначала вообще... А потом? Потом еще. Ну, я не знаю, я начал какую-то речь, думал, что будут вопросы, а пришел член ЦИК и сказал, пройдемте. Но я думаю, что я буду спорить, они же мои подписи проверяют. Я подчинился и пошел. А потом я вернулся, кстати. И на все вопросы ответил. Были хорошие вопросы. Начиная от того, чем вы отличаетесь от Путина. Сложный вопрос, да? Вот, кончая вопросом, действительно ли вы нашли такой большой грейд. Политический активист Михаил Лобанов считает, что Надеждин единственный кандидат, которого может одобрить власть на выборах. Сам Борис, он очень акцентирует на себе. У меня рейтинг, я, 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 я. А на самом деле, те проценты поддержки, те очереди, они связаны не с его личностью, они связаны, в первую очередь, с состоянием российского общества, его активной части. Надеждина критикуют не только оппозиционные силы, но и федеральные каналы. Накануне сдачи подписей в ЦИК за дело взялся лично Владимир Соловьев. Дело не про Борю. Боря просто несчастный человечек, который, ну, мой ровесник, который решил в старости, видно, хоть как-то слупить деньжонок, хоть на чем-нибудь. Семья большая, кормить всех надо. Борю жалко. Дурачок не понял, что его подвели, на самом деле, сейчас не под президентский выбор, а под статью «Измена Родины». Вот почему. Но сам факт, что на территории нашей страны, под видом сбора подписей, активируются сетки, ну, Вальнят, Ходорковского и украинских спецслужб, и это курирует, как я понимаю, гражданин Израиля, КАЦ. Хорошенький кандидат. То есть это кандидат от кого? От украинских нацистов? Борь, как тебе не стыдно? Ну, на такие обвинения я реагирую русской поговоркой. Собака лает, караван идет. Знаете, есть такая поговорка. А что касается центральных каналов, на них меня давно не было. Последний раз я выступал в мае прошлого года, когда я, собственно, и сказал фразу, что нужно избрать другого президента, который закончит эту историю с Украиной, восстановит нормальные отношения с Европой. И, собственно, это, конечно, не Путин. Вот я это сказал, это разошлось по всему миру цитатами. После этого на центральных каналах меня нет. На возможного кандидата в президенты обратила внимание и Ксения Собчак, которая и сама баллотировалась в 2018-м. Интервью сразу после сдачи подписей вышло на ее YouTube-канале. Снимали на фоне фотографии погибшего кота Твикса. Вот как Надеждин комментирует объединение оппозиции вокруг его кандидатуры. Знаете, я просто честно делал свою работу. И, честно говоря, из всех названных вами замечательных людей, я лично знаком только с Михаилом Борисовичем по 90-м годам еще. Но и его, естественно, ни о чем таком не просил. Поэтому для меня был такой приятный сюрприз, что всех вдруг поддержали. На вопрос о возможности регистрации Борис Надеждин отвечает неоднозначно. Я думаю, давайте так, стоять на земле. Если бы это было чистое решение Центра избиркома, они бы меня с удовольствием зарегистрировали. Потому что чем веселее выборы, тем им интереснее работать. Вы же понимаете, да? Но понятно, что меня все знают. Всякие политологи меня знают, депутаты меня знают. Там, не знаю, сенаторы меня знают. И мне постоянно пишут какие-то слова. Вот там, знаешь, было совещание, и решили тебя пустить. Потом, значит, там было совещание, и решили тебя не пускать. Я к этому перестал относиться всерьез. Просто я точно знаю одно, и все это знают, и весь мир это знает, что я реально собрал сотни тысяч подписей. Это видели все. Меня невозможно не пустить на выборы по причине, что вы не те подписи собрали. Невозможно. В целом бы чуть-чуть умерял ожидания, чтобы не было потом большого разочарования. Это история, которая может закончиться очень быстро. А если она закончится через неделю, то об этой истории довольно быстро забудут. Как сейчас уже как бы ушло из общественной повестки компания Дунцовой, которая вызывала большой энтузиазм в декабре, в которой есть несколько важных моментов к рефлексии, над которыми нужно имеет вернуться в будущем, уже, может быть, после выборов. Потому что это важно с точки зрения анализа того, что происходит с российским обществом, куда она развивается, и шансов российского общества на случай, если откроется окно возможностей для изменений в России. Редактор субтитров А.Семкин